В Самарской области откроют несколько центров бокса. Об этом стало известно во время встречи главы региона Дмитрия Азарова с генеральным секретарем Федерации бокса России Кириллом Щекутиво. Один из спортивных комплексов появится в Самаре. Это будет центр прогресса бокса имени Василия Шишова. В нем будут располагаться секции художественной гимнастики, греко-римской борьбе, тэквонду и бокса. Второй центр построят в Жигулевске. Предполагается, что он будет носить имя Олега Асаитова. Кроме тренировок, здесь планируют проводить всероссийские соревнования. Для этого будет оборудован большой зал с трибунами. Объект заработает уже в 2022 году. Занятия в спортивных секциях, которые будут открыты в спортивных центрах, решили сделать бесплатными для детей до 18 лет. О других заметных событиях далее в нашем коротком обзоре за одну минуту. В Тольятти полицейские пресекли сбыт синтетического наркотика. Сотрудники госавтоинспекции остановили автомобиль такси. В ходе личного досмотра в кармане куртки пассажира правоохранители обнаружили пакет, в котором находились 26 свертков с веществом белого цвета. По данным сотрудников органов внутренних дел, задержанный 35-летний местный житель официально нетрудоустроен и ранее к уголовной ответственности не привлекался. Задержанный пояснил, что наркотическое вещество намеревался сбыть, размещая тайники закладки. В отношении мужчины избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известных вам фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112. В Самарской области все по Волжье ожидает избыток осадков в феврале. Такая погода будет характерна для большей части европейской территории России, сообщили в Гидромедцентре России. Там отметили, что погода в феврале будет аномальной в нескольких регионах. В течение месяца ожидаются морозы и оттепели, похолодания и потепления. Бесплатные репетиторы для школьников могут появиться в России. В Госдуме предложили оценить возможность введения системы бесплатного репетиторства. Практика показывает, что подготовить ребенка к школьным экзаменам зачастую является делом довольно затратным. Чтобы успешно сдать ОГЭ, родителям необходимо высвободить из семейного бюджета сумму свыше 60 тысяч рублей. В случае с ЕГЭ речь идет уже и о 100 тысячах. Используют репетиторов для подготовки к экзаменам внушительная доля обучающихся. По этой причине депутаты предложили создать новую единую электронную платформу. Подготовкой ребят к экзаменам в таком случае займутся лучшие преподаватели школ, вузов и СУЗов. Продолжение следует...